Филадельфус Королева Изабелла говорит, царица Изабель говорит, это территория Санта-Фе. Опричненно, Вокруг скрежет зубовный, Тьма кронечная, А вот ты, и ты, и ты, уходите. Вот, а дальше так случилось, что за последний год, ну или уже почти 14 месяцев, у меня собирается встроенный цикл, в котором герой Константин Вагинов и возлюбленная девочка Лида. То есть, читайте романы Вагинова и его стихи. Он сначала есть свои книжки про Ачту, которые на третьей же страничке, просто называется «Конст Вагинову». Смотрю двумя глазами и вижу перед ними Два своих прозрачных носа. Смотрю двумя глазами и вижу перед ними Два своих прозрачных носа. Смотрю двумя глазами и вижу перед ними Два своих прозрачных носа. Смотрю двумя глазами и вижу перед ними Два своих прозрачных носа. Звездо сияет, это грязь ледяной размешать, размешать, глину скользкую. Ап, ап. Как цель давит перед ковчегом. Отпрыгаю здесь. Опусть номер 15, номер 94. Бритая Лида. На самом-то деле ты худенькая, с небольшим белокурым хохолком на голове. Я говорю, что не люблю тебя. Илокутивное самоубийство. Да, я видел тебя как увазили в концлагерь. Бритая Лида, любимая. Ну и да. Это точка. Можно я назову тебя Майкель? Похлоп, а и воя по крупу. Но какого мальчика вспомнили, как французские кони вытворяли диковинные? Комментарии. Конст Вагенов мог высказать такую леди, поскольку был знаком со следующим изданием. Для меня танки, я считаю, что лидерат ride. Там если я! Я знаю, что они напомню. Я не знаю, как я знаю, что они неerdан, а я не знаю. Семья, с 2017-2020-2020, годы. Площадь, 1933 год, вербное воскресенье, это «Пеледнение». Ах, Майкин, мой старенький мальчик, опять ты. Нет, ну вот тут, пожалуйста, пушистее. Опять ты, сэрлабетедеду, любишь только себя, да ты девочку себе любишь. Ну его ты вместо пальмы ухлестишь. Так ты, отцов, сбледнее. Подарю тебе вербу. Семь секунд осталось. Последнее стихотворение, которое называется «Карты кажутся ему ужасом и пустотой». Пойдемте. У меня есть еще немножко с собой. Лида, да ну, пожалуйста. Куда вы дели мои нормальные карты? Откуда взяли эту? Здесь король, рыцарь, паш. Я с вами повторяю, на них нельзя, нельзя гадать. Я тебя. Ой, нет, не надо. У меня. А у тебя? Тебецы. А мы птицы. Холодно как уже. Занюхай еще. А ты у нас гений. В этом городе все пахары, маги в пластрах. Да не бей меня. Мраморная красивая могилка Смоленская. Ну, не долго, не надолго сидит. Да не хнуть. Ты не бей меня, матушка родная. Железным молотком по голове. Комментарии. Штудорская колонна, датированная в 1430 году, имеет две масти охотников и две царственные дичи. Собаки и соколы охотники, утки и олени. На ступеньках подъезда, разложив подаренные им ей прошлую ночь атласные карты, сидела Лида, прислонившаяся к дверям. А надремал, полураскрыв рот. Фигура выживает, поступает с ним в неуловимое соотношение. Берает конст-лайдинг. АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь мы возвращаемся к основному списку, и у меня огромная просьба. АПЛОДИСМЕНТЫ Ко всем желающим, если у кого есть пожелание выступить пораньше, в этот списочек поставить значок быстрее, потому что мы естественно не будем четко следовать этому списку, тем более что кто-то приедет позже и так далее. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как-то всегда обходилось без жребья. А список нельзя? А? А список нельзя? Тут тройные списки. Тут они все разные, это специально так сделано. Никто ее забрал. Да. Просто кому надо раньше выступить, пожалуйста, там как-нибудь укажите. Слышно, да? Сергей Кавайский, прошу внимания. Слава, еще время разговариваете. Ну что такое? Это пятиклассники. Так, соседи. Венецианские гондолы, как петербургские гондоны, плывут им не с числа. Смотрю, как вода в параллелах шарях мозга сообщается и несет из одной воды другую информацию, синхронизирующую оба. Проплывая по реке Фонтанке, где она впадает в Гранд-канал, замечаю стремящиеся к летнему саду из одной воды в другую в венецианские гондолы с архитекторами и художниками на борту. Вижу встречные на противоходе влекут поэтов и философов по направлению площади Святого Марта. Вижу на ее старомодном берегу времени позднего возрождения сотни русских гондонов, выкинувшихся как цветные кальмары из одной воды в другую. Под шумок вивальдиевских концертов сообщающаяся информация, переместившись из одного параллела шаром в другой, уравновешивает надежду и память. Если хочешь умереть на Васильевском острове, ты непременно будешь похоронен на острове Мертвого. Ну, как у Бродского. Празднуем. Горланит горло Гибралтарского пролива Надоело средиземноморская возня цивилизации По запаху пряностей в поисках сказочной Индии Выплыть в Атлантику, минуя марокканских пиратов, Берег слоновой кости и прочие миры Африки Заблудиться в водовороте коварных течений, Дружить с Посейдоном и остаться нескорбленным рыбом. Забыть, что углу направления взгляда на звезды Неравен углу отражения в параллелопространстве мысли. Но помните, что подношение ждет твоя королева Пристофор. Вот что нужно было тебе и мне сейчас, чтобы открыть свою Америку. Перехожу тень Берлинской стены С востока на запад и обратно Быстро и не страшно, слишком просто по-европейски Поглаживаю тень взглядом, как рубец, не заживающий рану Слышу шорох киноренты Остросюжетного документального фильма О способах пересечения стены Зачем им это было надо? Свобода внутри каждого Вижу американский свет Демонстративно-нейтрального шлюза Чекпоинт Чарли Наблюдаю в турецком квартале Как орнаментальные турки делают вид, что продают ковры И множатся, множатся, множатся Африканцы и азиаты тоже делают вид и тоже множатся под стеклянным колбаком Вивария Рейхстага, где происходит глобальный опыт ассимиляции Европы Смотрю, как берлинская лазурь слишком беспечно зияет Над постбойсерской мегаинсталляцией Афро-Азия Ну и что-то другое Я видел сон В ослепительно солнечный день Я вышел на высокий берег залива Через узкую горловину На другой берег Перекинулись арки ажурного моста На мосте вижу перед собой шпалы без рельс И вижу, как через некоторое расстояние мост уходит по крутой дуге вниз На середине ее, над самой водой, очертания его теряются Если есть продолжение моста до другого берега, не видно Но мне необходимо пройти по этому пути И я пошел Мост шириной метр и высокие поручни Подо мной далеко внизу вода рябит на солнце Кругом ощущение благодати Лежу только на железные шпалы Поручни шатаются Страшно Но иду И вдруг Впереди Там, где мост делает вираж Вниз поручни кончаются А за серединой спуска Вижу, мост опять поднимается вверх И там есть продолжение до другого берега И опять с поручними Но этот отрезок пути по вогнутой дуге Над водой без поручней И я начинаю примериваться пройду Может быть, проползу Но нет Знаю наверняка, что не смогу Сорвусь Поворачиваю обратно На пройде несколько метров обнаруживаю Что там, где я недавно прошел Теперь тоже нет поручни До берега Недалеко Но как до него дойти? Упаду Оглядываюсь назад И вижу в самом низком месте дуги По которой я не пошел Потому что испугался Стоит фигура В белых одеждах И я обозреваю Глазами этого человека Все пространство Окружающее нас Водное и воздушное Их объединяет световые волны Которые проходят Через мое тело И тем поддерживают его Дух захватывает Оборачиваю к своему берегу И вижу маленького мальчика Который сидит в детском стуле У окна на кухне Он внимательно смотрит на меня Усилием воли я поднимаю Протягиваю руку И дотягиваюсь до гвоздя На котором над мальчиком висит книжная полка Я подтягиваю к ней свое длинное тело И падаю в комнату на мальчика Он начинает качаться как маятник Хочу его поддержать Но в этот момент у него отваливается голова Куда-то за стул А сам он оказывается пластмассовым работенком Я понимаю, что он уже заведен И надо успеть найти голову Пока мы вместе не застыли в массе золотого цвета Как насекомые в янтаре Пластмассовая голова оказывается у меня в руках Я спешу надеть ее на туловище И внимательно слежу Чтобы не получилось лицом к спине Успеваю И в тот же миг завод игрушки начинает действовать Она вертит головой Двигает руками и ногами И говорит что-то Я делаю усилие, чтобы понять Важные для меня слова Но ничего не слышу Красная и золотая волны Как крылья бабочки Опускаются на меня со скоростью мысли О! Открываю глаза И вижу, что по-прежнему стою На высоком берегу залива Вокруг меня ослепительно солнечный день Через узкую горловину На другой берег Перекинулись арки ажурного моста Но горизонт стал ниже Спасибо Спасибо В первоначальном нашем распорядке Следующий должен быть Валерий Мишин Пожалуйста Заодно и по здоровью Все Разведет Нашел к метафону Еще бы объявлять кому готовиться А? Еще бы объявлять кому готовиться Да, наверное мы попросим там Тамара Буковская приготовиться Какой пиджак А? Аааа Пиджак какой на нем Ну Зависть плохое чувство слов Когда суровые ритмы клонят И каждым годом Верлибра получается все меньше и меньше Но у них все объемнее и объемнее И поэтому количество им получается Больше навеса считать не будем Прочтует два текста Позволю себе В каждом По одному комментарию Итак Метрополитен Некоторые из моих знакомых Не любят метро Ну вот тут Скрытая Цитата Это Ишимборская О которой тут вроде Доклад будет Там Некоторые Любят Поэзию А вот Мои знакомые Не любят Метро Итак Некоторые из моих знакомых Не любят метро Предпочитают Наземный транспорт Ссылаются На головные Бори Повышенное давление И прочее Недомогание Реально Может войти Точнее Точнее уже вошел Римский Папа В сопровождении Кардиналов Папа Предлагает Карманное Евангелие Предусмотрительно Католический Православный вариант А кардиналов Бутеводитель По городам мира С указанием достопримечательностей Схемой проезда На всех видах Транспорт Никто почему-то Не отреагировал Не хотел Погружаться в веру Глубже Чем в твиттер Или фейсбук На остановке Папа вышел После положительной На колени Маленькую книжество В вагоне Возник Негроидного Негроидного Вида персонажа Саксофонов Не то Известный Блюзмен Не то Президент Соединенных Штатов Моргающий свет Мешал сделать Правильное Заключение Быстренько Сыграв Пассаж Он объявил Что действительно Президент Соединенных Штатов Над Америкой Пронесся Страшный Ураган Пол страны В разрухе Нужны деньги На восстановление Публика Скупа Кидала в шляпу монеты У самих Забот Хватает Я положил Евангелие Будете Улыбаться Как хотите Может быть Мое повествование Для кого-то Станет Побудительной Причиной Чаще Ездить метро Но на следующий Остановки Вагон Вошла Английская Королева Она Обратилась К Публике Сразу На Неск В Языках Смысл Ее Просьба Прост И Касался Не Великой Британии И И В Королевской Семь Купюра Партии Китай И Многих Других Всех Описывать Нет Утомитель Не К Остановлюсь На Главу Когда На Сцени Обозначился Президент Демонстратив Чудо Стеклорез Из Ящика Доставал Стекла Локер Чертил По Стеклу Линии Прямые Кривые В любых Направлениях И стекло Послушно Свернилось На Часть Повторяя Охранники Моментально Подбирались С полуосколки Обстановка В стране Серьезная Сказал Президент В случае Воздушной Тревоги Сказал Стекла Вырезать Видели Как это легко Приставить Нет Принимать Самостоятельных Действий А сообщить Об этом Сотрудникам Метрополитена Или заявить Милиции Поднимаясь Из метро Ты покидаешь Подземелье И ступенька За ступенькой Приближаешься Поднебесь И тут Меня осенило Я видел Этих опасных Людей Они Чередой Один за другим Прошли Передо мной Не они Сильные Главы Государств Самые опасные Люди Не они Разжигают Войны Морят Голодом Людей Лишают Последних Надежд Устраивают Мировые Катаклизмы Врут Изворачиваются Пстят Постой Постой Сразу Наступил себе на ногу Римский папа тут ни при чем Даже что некоторые кардиналы Замешаны в педофилии Но это белочи с кем не бывает А вот английский король Такой уж Аплес Не с ее ли По пустительству Была развязана война И захвачены Фолкленские острова Нет нет Тут серьезно Как и с остальными Сейчас сойдут со скалат Пристрадал в полицейский пол На выходе Заметил двух полицейских Которые Выслушивали Молодого человека Арабского вида Никак опередил меня Подожду Но полицейские Решительно Взяли восточного человека Под руки И увели за перегородку Ладно В следующий раз Так Еще Это короче По другой ветке По дороге Да Это было красное Сейчас позовем Метро какое Питерское Питерское Там быть Питерское Напечатали вашу книгу Соседа звали Витькой Работал водителем Троллейбуса После смены Колыма на своем Запорожье Приобрел на него Даже запасные шины Хранились в коморке Внизу под лестницей Конкуренты Однажды Было на литвели Подожди В доме случился пожар Вовремя заметили Потушили Впрочем У Витки все было ладно Жена и ребенок Возле нашего дома Не троллейбусных Проводок Тем не менее Он И схитрился На аккумуляторе Заезжали домой На обед Однако Жена Внизу Умерла Витька Забил К нему Стал Наведовался Собудельник Санек Потом И баба Появилась Напивались До состояния Несоместивого С жизнью Троллейбус С часами Проставил Он дома Запорожца Витька Разбил Деньги По соседям Санек Брал У меня Под Витькину Гарантию Относительно Папа Была Вроде Ничего Отводила Ребенка В школу И обратно Но Однажды После Попойки Ее нашли Под дверью Мертвой Щерепно Мозговой травмом Завели дело Витька Плакал Кричал Все Показали Что Ничего Не знаю Посадят мужика Что будет с ребенком Витька Продал квартиру И уехал на родину Запорожье Санек Раз-другой Заглядывал Стрянул Денег Ну кто ему даст Без гаранта Ходить перестал И вот сегодня Двадцать лет спустя Увидел его у метро Стоит в камуфляжной форме Приблизительно в такой Воюет сейчас на Украине Держит плакат Напечатаем Вашу книгу Ничего себе Метаворфозы Санек Какую книгу Да и о чем Как мы в односчастье Оказались в гамне Кто спился Кто снаркотился Кто сдох Только вроде бы Без причин Просто так Чуть не каждый День Пишу Не меньше строчки Извел кучу бумаги А где книга Да и кому она нужна А Санек Молодец Работает Выглядит Батричко Хоть Отправляй на передовую Представляете Противник Залег в окопах И тут В полный рост Выходит Санек с плакатом Напечатаем Вашу книгу Все Войне пиздец У меня написано Конец Но дело в том Что Пока Прошло время И Никита Сергеевич Смог Протащить В Госдуме Поправку Что в специальных случаях Можно употреблять Эти слова Так что У меня Написано Конец Это Второй Командарь Подходить Не подходить Сразу не решил Подошел Он Понятно Меня не узнал Познакомьтесь Заново Александр Валера Дал рекламу 200 экземпляров 200 страниц 20 тысяч рублей Спасибо Тамара Буковская Приготовиться к Михаилу Вяткину Трудно Черный человек Прикидывается валенком Твоя моя Но шьет и порет все Старое и новое Ремонт любой сложности Быстро В опрашке Где индусы Таджики Узбеки Торгуют Китайским бриндием Фальшивой кожей Горячими лепешками Самсой Эмиратским парфюмом И всем Что Бог послал Человеку Который хочет выжить Он сменил Азата Уехавшего В Германию Соперничество С ним не выдержал Толик Минуя Подсочинивший Масленицу с Пасхой В коморе без окна В конце подвального Коридора Строчить Не поднимая головы Но все видит Всех знает Своим задешево Пришван дороже Одним взглядом Оценивая Платежеспособность В болтовне Соседи Не участвуют Но Услышав жалобы Белотелой девахи Объяснявшей Причину Своей отзывчивости А что как если Он уже семь месяцев Не живет со мной Как мужчина с женщиной Высовывается С дверного проема И с изумлением Искренним Спрашивает А как Как с мужчиной Смеются И деваха И сомалийка И цыганка С двойняшками Расплачиваюсь И спрашиваю Уходя В выходные Работаешь Всегда работаю У черного человека Черная жизнь Партизанские действия За равные права На распространение Информации Ант Бродская Сказала Мы ведем Партизанские действия Против авторских прав Никто не имеет права На приватизацию Информации Интеллектуальной Собственности На следующий день В Апраксином дворе Интернациональная Группа акционистов Представила публике Тотальную инсталляцию И все имеют право На все В контексте Пространства И архитектуры 18 века На всех площадях Практически Нетронутых Цивилизаций Варварской Реставрацией Были смонтированы Перформ-гротески Из китайских копий Шедевров Мировой живописи И реплик Самых известных брендов Оригинальное Звуковое оформление Предавало инсталляции Особую Доверительную Достоверку Перекрикивая Друг друга Два перформантиста На одной ноте Тянули Колбаса и жлобина Две на сто И ворованное Вкуснее Участники акции Отправили телеграмму С текстом Все принадлежит всем Славной Чете Кабаковых Глюкли Першиной Якиманской И куратору Венецианской Бейеннари Спасибо Спасибо Михаил Вяткин Приготовится Анатолий Соколов Не сговаривайте Добрый день Папка Это такая толстая Потому что Я Хочу Несколько Текстов И потом Хочу показать Поэтический Один объект Который Уже На выставке Художественных Но Ферлибрический Объект Поэтому Если Возможно Его Повести Показать Четыре Почти года Работал над Мангией Книжицы И Про среднее воскресенье Счастье успел Закончить Поэтому Некоторые тексты Оттуда Я могу Теперь Хотя Написаны Они были Достаточно Давно Его Звали Александр И Иван Александрович Он Решительно Все знал Но Ничего Не помнил И о том Как Полькновская шила Времен Особождения Христиан И гвозди Двадцать на один Из подзубного Порошка Жемчуг Фабрики Свобода И сломанная Наискость Ручка Одного отка Превращается В личность Любите мою копию А сам то мечтал Молчится Дышать Чтобы Как Песенку Говорить Чтобы Ящерки Во рту Вылупились И мелким плясом Звук сбежали А теперь у нас Та же Не романовое А актуальное искусство Большинству Нравится Потому что Тошнит Рамки от пошлости Гимн Ваганьковского кладбища Читал Воображение Время Время Как Как Что 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 Делаю Я Здесь Парк Человеков Такие Обнаженные Кроны Такие Шуршащие Листья И дождик Монотонно Плачущий О таком Боге Что Делаю Я Потомок Вокзала Я В протяжный гудок Заблудившегося Поезда Я Пропитанный Гудроном Старой Шпалы Парк Оцепеневших Человеков Что Делаю Я Хочу остановиться И заснуть Или речься на небе Случайность Умирает Вместе С тобой И Тогда Я Увидел Не Море Не Думал Не Вспоминал Не Чувствовал Подну Глаза И Увидел Не Море Ну А теперь Я положу Этот микрофон У меня есть такой цикл Начатый Не Законченный Текстов Он называется Пустые страницы Ну Страницы не совсем Чтобы пустые Но они так называются Вот Вот Такая вот Конструкция Имеется Конкретное произведение Называется Платье из моркови Вот Я Надела платье из моркови И пошла на танцы Соседи Оборачивались Воробьи с голубями И даже Переулок Чудесный Шампань с летами Он спросил Какие ты больше любишь? Бумажные Нарисованные Или Виртуальные Ой К нему так Хорошо Приклеиваются Слова Ну Блюз Мои сосочки Сильно Напряглись Поцеловала Воздух Чтобы немножко Болела И на солнце Пятка Дома Положила Время Под подушку Я такая Музявочка И Мышон Заполз ко мне Счастливое Платье Из моркови Спасибо Спасибо Это все Да? Это все Ура! Анатолий Соколов Приготовится Максиму Глекину Конечно Есть Силы Сидя Стоя Лежа На столе И Кто еще не записался Записывайте А то Я отсюда вообще ничего не вижу Слышно Люди там ходят Или кто-то Свет С той стороны Это так Мой город Словно срез Дерево От центра Дрещины Проспектов А вокруг Годовые Кольца Каналов И рек Чем дальше От сердцевины Тем моложе Город И я Где-то На окраине Там Где Кора Защищает Ствол Наследство Разрушен Причал Всегда Помогавшие Человеку Берег Опустел Нелегко Теперь Выставить Сваем Грохот Штормов Оглушает Удары Волн Болезненные Духота Штили Изнурительно Некому Защитить их От солнечных Ожогов Но Под водой Сваи Покрытые Водорослями Дают приют Крабам И кормят Голодную Мелкую Рыбешку Левая Птица 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 Парит Между землею И солнцем То левым крылом То правым крылом Людям глаза затеняет И лучшим кажется мне крыло Открывшее свет А может не в крыльях дело, а просто умная птица То левым крылом, то правым крылом Мне свет позволяет увидеть, но лишь на мгновение Боится, наверное, чтоб не ослеплен Ёлочный базар На мир израненные смотрят сквозь решетку Взгляд останавливаю на высокой гели Ветвь руку перекинувшей на волю Мне кажется, она убита при попытке к бегству Хозяин с собакой рассеянно сосредоточен Идя по одной стороне дороги, мужчина курит Пес тщательно обнюхивает кусты На другой стороне Поводок перегородил дорогу Мы тоже связаны невидимыми поводками Часто неудобными для окружающих Зарождение надежды Ним луны светящийся переход Из черноты неба в серебро диска Боль предстоящей утраты Все тот же нимб Туманный переход из света во тьму Сметение полутонов острее неподвижности Контраст Родная душа Розовая раковина на журнальном столике полна окурков Ее тело в ожогах от затушенных сигарет Были гости Ну и книжка кончается Вот у меня книжка эта вышла в прошлом году Кончается таким стихотворением Подстилка у щенка теплая, мягкая Только он почему-то Предпочитает спать у ног моих На жестком полу Спасибо Хочу сказать еще, что в 97 году Я собрал такую книжку Антология русского верлибра От Зумарокова до Есенина Она вся ушла через дом книги ленинградской Там 700 экземпляров всего было издано И в этом году она размещена на Литресе Портал Литрес Можно ее почитать, посмотреть Но экземпляров, к сожалению, не осталось Пожалуйста, Максим Гликин Сниму Сниму показания счетчика Сниму накид и ржавчину Сниму напряжение последних недель Сниму порчу Сниму все лишнее и ненужное Сниму все плевые разногласия Сниму все дурацкие вопросы Сниму для этого слой за слой Сниму ради этого год за годом Сниму цель за целью Сниму цепь за целью Сниму все с себя Сниму все для тебя Сниму тебе комнату возле метро Сниму еще лучше две комнаты в десяти минутах Сниму еще лучше клип о полете твоих бровей Сниму виде арт Сниму виде арт о повороте твоей головы Сниму вот что Фильм о скитаниях забрежших тебя души Сниму нет Фильм о домике Снято мной в потемках родной души Сниму остров Где снимают фильм о тех Кто сумел все снять Сниму себя со спецрейса На остров Где сняли бы вместе скитания двух душ Снимут о нас упорхнувших Скажут на съемки Нету на съемки Снившихся еще долго Снявшихся до холодов Разбудила Разбудила Разбередила Раздразнила Раздухарила Раскусила Развела На раз-два Растранжирила Разбазарила Расфрендила Разбрендила Разувелила Разула Распрощалась Раз и навсегда Развернулась Расплела косу Распушила хвост Разубедила Разубедила Рассудка лишила Раз уж так не взлюбила Беда Целью Ты попала в меня В пуговку Пониже шеи Без раздумий Быстрым щелчком От которого Все во мне повернулось Едва не заклинило Но завращалась Захлопнула крыльями Замигала беглым огнем Столько лет Бесшумно торчал В верхнем пыльном углу Округлой Неприметной А внизу Жужжали Цинковые мухи Падали под откос Утки Постанывали В музыкальной мельнице С достоинством Гибла пехота Медведи Истово Перепиливали Бурое Ленинское Бревно Думал Закончатся Боекрипасы А Диана Не подоспеет Не выглянете Своей чаще Не соскочит С лунивкой Лыжни Мастерица Спортивного ориентирования В знакомой До боли местности Королева Февральского Биатлона Любительница Ломких веток И штрафных Кругов И последний Безунчик Обладал Природной Точностью Непопадания Родился В рубашке Наизнанку У ангела-хранителя Был шаббат У солнца Затмение В школе Капремон Сердце Любимый Обеденный Перерыв Боясь Морозов Жил На северах Полярной Ночью Страдал От бессонницы Весной Проспал Своё счастье Лебил мясо Бил молоко Ощущал в себе дар Стал Ход-дожником Сделал предложение Был усыновлён Бежал от себя На развязывали шнурки Стул сломался раньше Чем накинул петлю В раю В раю Оказались Неприёмные Дни Спасибо Если вернуться к нашему порядку У нас следующий должен быть Данила Люкшин Прошу Следующий по порядку Никита Пирогов Приготовиться Прошу Здравствуйте Пакет разноцветный И воробей И серый канал Бзявдо Венецианский Выхваченный Из ховоса Насильственно Но нежно Камеры ножом И что мне делать С щедрым Куском Реальности Многослойным Многоцветным Но однотонным Осенью Грязно-золотой Оцепенеть Как воробей Что в образе Чиновника Или чувствовать Скуку У дел Человек На совещании От скуки Сводящим Скулы О как Невообразимо Прекрасен Баскетбол В смартфоне Бицепсы Трицепсы Атлетов Афроамериканских В майках Двух видов И удивительное Пространство Поля Преображенное Бессознательным Живописством Ладьей Вдали Образ В бронзе Женского Мужества И голые Стволы И трели Птиц Типичные Весной В том Жесте Маханья Поезду Платком На рельсах Мерещится В поблескиваниях Вечной Женственности Черты Ангел Премудрый На троне В воздухе Воздухе Крылья Платья Кто-то Из Медичи Из Демонических Женщин В диалоге Недолгом С веточкой Повисшей На натянутой Нити Ренессансно-рассветной В присутствии Тусклым Тициана И птиц Автобус В субботу Белый Советский С зелеными Полосками Существует В свете О милости Господня Полудня Под надзором Птиц На проводе Насупившихся Штогенсеки На параде А за человеком В пуховике Само солнце Следит Из Средоточья Древа В сумерках Осени За несколько Дней до нее У газонного Полукруга Желтый Шар Замер Для яркого Снимка Недостаточно Света Изящным Движением Жрица Огня И дыма В джинсах Женщина Здешняя С кудрями В куртке Закуривает Сигарету Мое Я А чье Еще Словно Перо В траве Оброненное Уродливым Голодом Латынь Закованных Латы Легионеров Невежественных Убийц Возомнивших Себя Властелинами Мира О Боже Язык Кафолической Церкви Кардинал Диоклетиан Бормочет Анафему Еретику Который Славно Архидиакон Стефан В мученическом Экстазе Свидетельствует О небе Полном Ангелов Звезд Спасибо за внимание Никита Пирогов Приготовится Валерия Земских Здравствуйте Ушедшие Опираются Мне на грудь И боль Моя Доверие Их Чувство Ростпа В минутах Когда солнце У самого горизонта Когда песня Слышна В минутах Когда смерть Пальчерится Руки свои Протягивает Извиняясь За долю Свою Свет Охватывая Весь пейзаж Достигая Момента Единения С миром Воспламеняет Тело Слепит Глаза И ушедшие Знают Что они Живы Смерть Распределяет Любовь Между Оставшимися В живых Когда человек Уходит Он оставляет Тело Дарит Любовь Родным Оставляем Самое Лучшее Что было У него В жизни На пороге Свет Сруящийся Слева Верхнего Края Птицы Сегодня Сказали Что имя Путь И судьба Такая Суть Цвет Знание Неведение Вечно Юное Тело Планеты Ожидает Весны Зарит Новый День Те Кого Уже Не вернут Всегда Рядом Смерть Распределяет Любовь Между Оставшимися В живых Дыхание Дыхание Господа Шар Надравниной Полная Чаша Воды Проливающейся Через Край Благоденствие Времени Высводящая Вольная Память Письма Картография Города Стершней Улицы Петромовская Даль Свободная Как февраль Стужа Латон Неприкосновение Важная Слезщики Контур Страдания Жизнь Как движение Сон Как ожидание Пробуждения Трево Как соединение Прошлого И будущего С настоящим Время Как способность Жертвовать Дарить Лица Любовь И совокупность Знаний Повторения Радость Чистого Узнавания Непритятость Суждения В мире Полном Радости И забвения В мире Полном Горести И стремления К родственным Душам Закатное Небо Ржавым Светом Пленило Сквозь Тучи Событий Проникнув Выжженное На теле Клеймо Ночными Дождями Говорит Это было С тобою Было Брошенный Полумесяц Взращивая Свою дочь Луну Сем Тонь Шросков Пшеницы Северным Ветром Память Давал Пощечины И падали Капли В звездную Площеницу Так жизнь Являла себя Сквозь звуки И вновь Шагая Обнимала Теплотой Дома Зная Что расставаясь Иначе нельзя Что камень Брошенный В реку Исплывет На другом Берегу Лесницы Посаженные Века Неотъемлемой Частью Пейзажа Танцем Тоски Неминуемой Участью Покинувшей Свой предел И Безмолвную Клятвую О любви Что в сердце Оставшись Ее же И породило Следующий Лилия Опускается От неба Открываются Лепестки Ложатся На воду Как Присияет Солнце Луча Как Далеко Ты Солнце Как Близко Горе Истоптанных Троп Век Не Нашли Другого Покоя И мира В свободе Не Нашли Другого Пути Идем По тем Же Углам Тем Же Следам В воздухе Кто-то Плачет Кто-то Завез Спас Время Был ли Когда-то Здесь Ветер Меня Лелеял Я Пережил Бойный Голубь Я Пережил Несвободу Я Пережил Отчаяние Бессилии Вижу Снова Повторяя Время Себя Саму Уподобляя Себе Опыт Как Будто Избири Нам До Нам Проходить Все Одно И Откуда Откуда Следующие Перед 3000 лет Не погаснет солнце И люди будут такими же Я вернусь в этот город И узнаю в нем все Жители Улицы И каналы Пройдусь по родным местам И скажу Здравствуй Родной Ты посмотришь И улыбнешься Мы будем на кухне Пить чай И смотреть фотографии Из прошлых тысячелетий В которых летали птицы И лица В которых кружились люди В беспечности Поле Любви И в словах Конечно в словах Следующие Тихие наши жизни Ситцевые Марливые Процеживание Молока И капельки на столе И крошки хлебные И хрустальный бокал С вином Пластин Термурта Невозможность Предметности Души Наших вечерних лет С поступью легкой По вымышленному Писку дней И шороху слов И звуков В которых мы плаваем Как в воздухе Легкие ноги Вечные и открытые Боли потовых вопросов Скука И ничего больше Серая пелена времени Застилающая глаза Достигает предела Сливается с горизонтом Отворяется дверь В ранее запертый дом Из дома наружу Стремятся вещи Затем в небе Слышится гром Стук Колесниц Неведомых ранее птиц Оттенков ярости Подкушения битвы Так обретает тело Дух перемен Уставшую землю Проникают пальцы Слов В конечности мыслей Древо Всемирная жажда Искремит Осток Упорядочности Размеренного И упрямого сна Открывает окно Правды Последний путь И слышится хор сильнее Ближе к сердцу Тревожных дней Превращая волю Мы здесь И мы не уйдем без боя Но старый стол С хлебом посередине В ответ Лишь бросает тень на окно В коем нет птицы Ведь та давно улетела К морю Мечты напиться В дивном остров Где все равны Непрестятость духа войны Сложность И многообразность времени Череда вариантов Мысленный кувырок Историй Песни Танцев В одно крыло ударяет гром И сильнее ветер становится Во сто крат Сто раз Вопрошает Кто вы, дети, погибели Старый дом Покрывается пеплом Растворяется в забытии Оставляя следы на песке И морскому дну Завещая прошлое Старый дом В песне силен Им в тысячах лебедей К небу стремясь Говорит Мы сильнее мятежники Мы светлее, чем прошлое Всех моих кораблей Что послал я померу Симфония духа Дерево дарит день Солнце сияет Из-под прозаклина Это последний шанс Дети моих детей Вот тех детей Дому шанс тоже дан Лишь бы не сгидать вовсе Так рассуждают Пасмурный длинный ход Переплавляя факты И саму историю В рукописшитлю Золотом и тоской Наступает ночь И длинный выдох Из уст Выпрошает молитву луна За всех, кому страшно Кто видел, как бывает Страшна война И взлетает ввысь И синебелая глубина Рассыпается звездным грехом По устам и далям По горизонтам стремлений И тело любит Говорит Выбирает Одно из рук И написать фотографии Думай вслух И пусть будет чиста Слава твоя Боя твоя и сна Наступает день В коем все рождается заново Как младенцы Корчат, как младенцы Плачут Как старцы сидят На своих местах В столбах пыли Ясности и покоя Где в древнем мире Все поменялось Вновь все родилось И снова песням залилось Так бывает летом Когда стоишь На берегу быстро бегущей реки И все мысли вода Так стремительно Вчащиеся возле каждого берега Спасибо Спасибо Валерий Зимских Приготовится Игорь Бобрев Это безобразие Безобразие Я согласен Лифма пошла За лифму у нас расстреливают На месте Ну вот книжка вышла Но я ее читать не буду Потому что самим я эти почитаю У Даши там есть Если что Такая хитрая реклама Да Не хитрая Прямая Маглая Ну о чем это вы Неужели о том Нет Это совсем о другом О том чего нет И не будет Но так хочется Это пройдет Или мы пройдем Что скорее Серое полотно Небо Не надо было Появляться на свет Не надо было Появляться Не надо было Это не беда Можно умереть Побыстрее Это не беда Можно умереть Это не беда А что было бы Если бы не появился На свет А что было бы Если бы не появился А что было бы А ничего не было бы Ничего Но куда деть Эти килограммы Эти миллионы элементарных частиц Черная дыра Черная дыра В мире Нарушение всех законов Нарушение мира Исчезновение мира И появление мира Значит я нужен Чтобы заткнуть Эту черную дыру Сохранить мир А зачем Память Бумажный фильтр Забитый шлаком Не пропускает Того что было Что есть Только то что будет Но и оно Вязкое И разглядеть невозможно Будет ли что-то Или туман и морось Кто-то поскользнется На мокром камне И выронит урну Грязный барашек При боя Печаль моя светла Печаль моя темна В печали я Меня покинула печаль Как дальше жить Безрадостной печали Она встречала по утрам Была со мной днем И вечером склонялась Над постелью Шептала я с тобой На гробовой доске Со мной места нет Бездумному веселью И вот проснулся Солнце Никого Растаяло В ночи осталось Сели Навек покинула Забыла 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 Как мы плыли В житейском море Нет Вам не понять Союз связующий Меня с моей печалью Неужто Кубок жизни Одному Придется Спевать Вернись Я без тебя В печаль Чем мы ответим За корючкой Сбоем строки Негениальным Косноязычием Они гнякицей Лопотанием Кашей тумана В нем Утонули Он рассеется Рассосется Не оставив От нас Даже капли Росы Очередной раз Окидывая Откидываясь Отталкиваясь С стены Прокидываясь В грязную лужу Видишь Своё отражение Чужое лицо Отсутствие Какого-либо Выражения А еще Не закончилось Что это Вы А без этого Можно же Без этого Ну зачем Это Хорошо Но все-таки Лучше бы Без этого Эх вы Точно так же А бывает Ли точно Но и не точно Стоит под вопросом Все еще Думаешь Объяснить Понимаешь Что невозможно Точно так же Как невозможно Все Даже то Что возможно Так значит Все-таки И все-таки Не значит Назначат Кем-нибудь Не спросит А спросит Что скажу За что отвечу Пустой пакет Валяется на кресле В нем Нес Но пополу Рассыпал Скрипит Вчерашний день Под башмаками Та жизнь Та жизнь была Получше Это Жмет В плечах И ворот Туговат Наши след Как от петли И сапоги Дырявы Есть что-нибудь У вас Другое Дайте Поносить Спасибо Сейчас выступает Игорь Бобарев И следующий Будет Жанна Сидова Так слышно Фрагмент поэмы Женщины смотрели Потупившись Пришурившись Божество смотрело на них Выбирая новую жертву Внезапно Каменные губы Расширились до улыбки Мускулы задрожали Теперь мы можем идти Сказало оно Будущее было ближе Размытые арчат Стания Поглощали тебя И выход из грудной клетки Становился проще Тени светили Тени слились Потолком Круглое небо Процежное Спустило И камни И дым Оно принимало Форму лица Белые каменные львы Махнули хвостами Издав Рых Они посмотрели Вокруг Стало не страшно Внезапно Появилась рука И молодой человек Впрочем Его лицо Постоянно менялось Повел тебя За ограду Дорога проходила Сквозь местность Большую Похожую на лицо Дорога Из красного Кирпича Парковая архитектура За высокие статуи Фонтаны Аллеи Все напоминало То вдох То мрамор Дальше пока я еще Ничего не написал Так что это В будущем будет Да Да Но она в процессе Как раз Идет Так что Месяц два еще В общем Большая вещь Следующее Ты устал казаться Чем-то другим А так как Никого не было Ты все Чаще вспоминал Про уехавших Осевшие За краем Нового мира Многие Приняли форму звезды Сияющей в недоступности Ты привык К этому месту И меньшие боги Стали отвечать На приветствия Небритые мужчины Кивали Отдавая дань Непонятному Женщины Смотрели Подупившись Описывать сны Лучше в старости После 50 Искать Толкование И подавно Особенно Для объяснения Болячек Старческого Недомогания И слабоумия В старости Следует читать Аристика Описание Болячек Рек и богов Древние знали В них толк Поэтому Лечение Носило Характер Что называется Божественное Вмешательство И целение Становилось чудом Или не становилось Главное помнить Что обращение К снам Обисывает Если не будущее И по крайней мере Дело В потустороннюю Перспективу Следующее Я сижу в комнате За окном Война Речка Зага Тыта И сохла Трамваи Не ходят И вокруг Ничего нет Главное Местные помещения Неизменны Окна выходят На поле И зевание Заменяет нам Голос Божество Больше скучает Слушая молитвы Обычные обряды Своим повтором Блеском ножей Хрипом животных Ударами копий Давно не удивляют Приняв характер обычного За эти годы Храм горел трижды Варвары снимали Золотые пластины Облицовывающие статуи Но лицо божества Оставалось все неизменным С годами Сколько стало Свойством натуры Больше слов Еще вещей Божеству Не положено Удивляться И как говорил Опеку Поэтому Божество Безмятежно Черно-серебряный Купол Скорее кофейник На каменной подошве Обнесенный Могучей стеной Запоминает Что время проходит И серебро Если угодно Скала Остается Главное Что объект существует И конфессиональный Ссоры Не трогает его С места Вот что значит История От Авраама Она запутается В серебряной бороде Находя дорогу На небо С годами Все может прийти И пустота Покажется незнакомой Главное В словах Не выходить за пределы Ибо Как говорил Августин Человек Духовный Не судит Следующая Тропинка Сделалась ровной И люди Из глины Стали попадаться На улицы Дорога была прямая И гильгамеш Мог пройти Незаметно Вокруг попадались Инкиду Вышедшие Из домов И пивные Инкиды Брать Или по улице И последняя Если сказать Шепотом рыбы Не то Не то Разве можно Услышать То То И найти Своё место Ветер Дует Без новостей А вот слова Сказанные Не там Ветер гонит Их Немолетнего Сада Вол Слова Скажем Пойдём Оставим Этот мир В меньшинстве Меньше Будет Смолёного Дуба Открываем Эту дверь И вместе Пойдём Ветер Гонит Их Вещество Нашеяные Вещества Подзвякивают Колокольчиками Сеть Найти Друг Небе И чтобы Назвать И чтобы Назвать Спасибо Теперь Жанна Сизо Приготовится Сергею Чубукину Добрый день Тексты Которые Я сегодня Прочту Они не являются Верлибером В чистом виде Но В качестве Эпиграфа С уважением Верлиберу Первый текст Называется Куратор Пустоты Пьеса Одной страницы Действующие лица Куратор Дирижёр Анастасия Гости Гаджеты Мальчик Девяти лет Куратор Приветствую В священном Вас Нигде Но Боди Из вас Знает Ораторию Нового Времени Исони Эст Вар Выходит Дирижёр С лицом Крота И по спине Его Стекает Пустота Дирижёр Вот музыка Не эта И не та Возникает Анастасия В африканских Косичках С войлочной Лентой Анастасия Для чистоты Эксперимента Необходима Анастезия На подносе Разносит Ломкий Лидокаин Гости-гаджеты Мелькая Зелёными Огоньками Перешёптываются Первый гость О, новое Слово Трансцедентный Прорыв Второй гость Это Похоже На море Третий гость Янтарную Ветку Слив Хор Мы Воспеваем Нечто Мы Воспеваем Ничто Куратор В сторону Все мы Немного Мистики В сфере Большой Акустики Хор Мы Созидаем Нечто Мы Созидаем Ничто Мальчик С родимым Пятном На шее Нервно Ощупывает Руками Воздух Мальчик Я потерял Очки Вы не видели Где Очки Куратор Сейчас Прозвучит Интродукция Шорох Орехов В ней Перекличка Эхо Того Кто Лишился Нечто С тем Кто Нашел Ничто Куратор Подходит К каждому Из присутствующих Дотрагивается Одновременно Дирижер Анастасия Гости Гости Годжеты Исчезают Остаются Мальчик И куратор Мальчик Держит В руках Очки Мальчик Где Дирижер Где Синие Огоньки Куратор Себе Поднос Исчезли Сенсорно В одно Мое Касание Надоели Я Пустоты Законный Прокуратор Немного Сам Пустынно Житель Управитель Одной Неоглашенной Компоненты Обращается К мальчику Как ты Попал Сюда Мальчик По слогам Растерянно Пришел По Абонементу Преображение Чисел Достаточно Числам Агностикам Диким Сатирам Гортанить Козлиные Песни Речи Безумные Сыпать В котел Площадей Надо Бнафтаинство Их Обмакнуть Чтоб Обмякли Обмокли Обмылись Сущность Охотничью Вынули Горный Покой Обрели Семь Этот Бывший Глашатый Фонтанов Фанат Растафар Нынешний Схимник Синайских Песков Толкователь Барханов Семнадцать Наперсточник Шныра Вокзалов Кидальный Наперсником Постником Станет Двадцать Пять Опять Осенью Варьсы Весной На рельсы Чулки Сеткой Пилочка Для ногтей Детей Сколько Их Многосоставных Простых Нечисти Разной Хтонической Дробной Вынуть Достать Из притонов Чисел Как Человека Бомжей Вот Только Нуль Что Выше Всех Вещей Куда Устремить Да И к чему Приурочить Из-под Ладони Их Шепотом Шкурку Нежную Тонкую Ломкую Не Спороть С него Не Отодрать Следующий Текст Красное Платье Предстояние Этот Случай Для голых Тогда Когда Наибольшая Вероятность Быть Голой Среди Одетых Но Меж Миллионов Голых Явиться Такой Же Помилуй Спаси Меня В сумму Благой Очевидности Выйду В красном Не Эвклидовом Не Линейном В нем Жарко Как В колбе Термоса И Холодно Как В Амальгаме Тароса И Пронзительно Алла Сарамагова Слепота Выколупывает Глаза Захотите Голые Меня Наказать Связать От напряжения Стлейте Шеи Жирафи Сомнете Высоковольтный Бланшо В проводах С усильным Маком Бессонным Зраком Греком Через реку За раком Хватай За крышню Лови Не судить Меня В аварийно Кипящем Красным Потому что Я Эритроцитом Каждым У вас В крови Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Положание Светлова Сейчас Сергей Чубург Приготовится Алексей Ильиниц Поговори со мной Компьютер О чем-нибудь Поговори Здесь В любом Из возможных Мест Мы с тобой Как орел И решка Спроектируй Мне Бога В дорогу И я Пущу Свою душу По русским Горкам Как Египетского Жука Оленя На ростовскую Финифть Как Гусеницу Сулико В лабиринт Минотавра Элементарно Менделеев Душа Податлива Как тесто Душа Как булочка С выковыренным Изюмом И может Все рассыпаться Растает И песен Прежних Уж не запоешь И Нелюбовь Нечаянно Нагрянет Когда ее Совсем Не ждешь Мы ныряем На самую Глубину Взгляды Верхних Ведьм Разъедают Нашу кожу И Слевшие Человеческие Души Как Джухлый Тростник Мы Прикасаемся К ним Как К самому Сладкому Что Мы Делали Миллионы Лет Наверху Несколько Стихотворений Из книги Возвращения Камбока Череда Ритуальных Убийств В честь Годовщины Возвращения Камбока Не омрачит Мой линч Топленые Сливки Мус Не прервет Размышлений Об ауре Того Жигала Убившего Взглядом Медузу Гарбону О грудной Жабе Дряхлые Служанки О пирсинге В упругих Сосках Юной Послушницы О том Что жизнь Все так же Геоклетиан Наблюдая За белой Искусственной Радугой Появившейся В ответ На мои Утренние Молитвы Вспомню О тяжких Днях Проведенных На копиях Царя Евсея О великом Путешествии По дну Марианской Патиной Где живут Траведники О последних Словах Серийного Убийца Мухайродуса Подарившего Мне Платиновый Ролик А ночью На мейл Придет сообщение От анонима Раскаиваясь Верующий Разбойник Теряет Бога И одно Старенькое Средь шумного Бала Случайно Профессор Мариарти Увидел Инну Лунюгу Он сказал себе Теперь Все будет По-другому Он Млел От того Как она Танцует Витает Он Раньше Не знал Что такое Бывает Мне Только Знать Что это Ты А не Другая Шептал Тихо Как Конократ Профессор Мариарти Под шофе Без Разбора Напитков Фиаско Фиаско Шептал В углу Тихо Как Рыба Рыбе Расстроенный Профессор Молился ли ты На ночь Мариарти Он Не знал Что случится В полночь Инна Лунева Плыла По залу Смела Как Лебедь Белая Ах Пионеров Мне Вполне Хватает Но Нет Любви Красивой У меня Россия Надумала Инна Лунева Озаря Жемчужной Улыбкой Своего Партнера По вальцу Делая Книксон В конце Танца Она Уже Уверенно Мечтала Мне Только Знать Что Ты Живешь На Белом Свете Я Б Испытала Тебя Беспричинным Гневом И Безудержным Отчаянием А потом Показала Б Как Ночь Нежна Мы Бы Посмотрели С тобой Сон Бесправой Передачи Я Б Рассказала Тебе Куда Ушел Китай Чонок Ли Я На Целые Мир Одна Откала Б Полотна Мы Б Прокатились Вместе В Адронном Коллайдере Может Даже Я Б Позволила Поцеловать Мой Мизинец Инна Лунева Сильно Разгрезилась У окна Накручивая Дивный Светлый Локон На Палец Ей Поднесли Бокал Игористового Она Не знала Что Случится В полночь Спасибо Это был Сергей Чебухин И сейчас Алексей Киянин Сотриготовится Арсеном Мирзаевым Шпильки В лапки Сережка Пиджачная Пуговица Оторвалась Собирались Пришить Смог Пиджака Давно Уже Нет Чьи-то Жаские Часики Наверное Хотели Отнести В починку Так Нет Не Сли Перевод Значок Зайчик Ленинградская Девочка В очках Шла С бабушкой В музыкальную Школу В большой Вязаной Шапочке С этим Зайчиком Так и не поняли Что же собственно Произошло А уже опять Что-то происходит Мир Опрокинут Из жары В холод Ручьи Несут Зеленую Листву Шелестит И стучит В саду Сырая Тьма У крыльца Метрономом Сонный Жестяной Звон Лампа На веранде В клубах Махтары Осенняя Хондра Последние Весна Кот Целыми Днями Смотрит В окном Один Человек Такой Другой Человек Другой Сидишь Не шелохнешься Дыхание Затаил Не моргаешь Дальше Думаешь Вот сейчас Сейчас она Настанет Сейчас она Будет Выдохнул Смотришь Оно уже прошло Оно уже было Его уже нет Говорит Москва Передаем Утренний Выпуск Последних Известин Кто-то За окном Одиноко Уходит Под снегом Время Задержало Дыхание Я Тот Кто Битый Час Читает Людоед Детские Высказывания В фейсбуке Я Тот Кто Давится Зевком На Поэтическом Вечере Я Тот Кто Идет Пешком По Троицкому Мосту Я Тот Кто Пытается Впихнуть В себя Канта Я Тот Кто Пишет Это Стихотворение Кто Я Есть Не Я Может Быть Тот Кто Когда Нибудь Умрет Это Тоже Буду Не Я Спасибо Арсен Мерзаев И Приготовиться Юбки Марина Сидели Как-то С Юбкой И Мариной В той Самой Ютутупе Легендарном Ресторане Гельсенфорс Куда Захаживали Лет за сто До нас Пожалуй Даже С Гаком И Ленин С Джугашвили И Другие Не Финские Парнишки Немедленные Не В меру Сидели Мы И Вовсе Не Тупили И Бьеркинхейм Сидел С гитарой И Блюзы И И Роберт Джонсон Витал Над Нами И В нас Сидел Особенно В печенках Но Тут Внезапно Как-то Стало Очень Тупо Но При Летом И Благостно И Круто И Душевно Вино Мы Пили Сначала Красное А после Розовое Ледяное Сидели В окружении Буржуазных И Полубуржуазных Меломанов И Думали О том Кто Мы Такие На самом Деле Элитная Богема Или Богемная Элита Сидели И Не Знали Сидели И Не Знали Сидели И Не Знали Знание Сива Сидели Целый вечер В юдутупе Не В силах Разгадать Весь Этот Ребус Весь Этот Джаз Такое Впечатление Что Все Это Стихи Не Начало Века А Конца Света О Пена Дней Моих Суровых Светлое Аквагнистическое Будущее Ну Вот И Стал Я Шершеля Фома Летним Встретились Как-то Вечный Жит И Вечный Зов Покурили Поговорили И Разошлись Каждый В свою Сторону Утакава Книоси Карп Под Глицинией 1839 Год Первое Глициния Над рекой Рыба Плеснула Хвостом И Больше Ни Звука В мире Второе На границе Воды И Беды Карп Проплывает Спасающий Третье Под Глицинией Плывет Карп В Мадриде Дует Ветер У меня В сердце Нежность У меня В сердце Живет Нежность По имени Инна Арсеновна Смерть В Париже К Богу Дорогой Звуков Затихающих Постепенно В отличие от Димы Чемышева Которого Отсюда Слышно Может кто-нибудь Скажем Скажем Что вытал Дверь закрыть Надо Душно будет Ну а что душно Оттуда все время Слышно В прочем Диме Говорить Все равно Сбор Может сбросить Там Не высоко В крайнем Случае Умрем В бескрайнем Воскреснем Искусство Это стул Заявляет Веденский Стул Кверху Попой Это четыре Парирует Казарновский Плечо Надо связать С четыре Заявляет Веденский А мне Уже Четыре Токошно Исполнилось Парирует Инна Арсеновна Подводя Итог Затянувшейся Дискуссии Зачем Мы выходим В фейсбук Чтобы Тявкнуть Лавк Лайкнуть Гавкнуть Лайкнуть Вякнуть Лайкнуть Гипнуть Лайкнуть Сникнуть Лайкнуть Сдохнуть И все равно Лайкнуть Спасибо Леша Гумитский Приготовится Евгению Тарану У меня В конце Апреля Вышла Книга Самолеты Но президенты Несколько стихов Я прочитаю Всегда В канун Стивили Либра Растута Какая-то Хрип Это Карма Будем жить дальше Попробуем Они Они идут Пить пиво Оттягивают Идут Голосовать Выборы Включают Телевизор Жуют Сериал Идут На войну Убивать Никуда Не идут Все Надоело Хотели бы еще Не знаю Чего Мечутся по инету Не помнят Сайт Дошли страницу Забыли Пороль Торопятся Дальше Непонятно Куда Глядят Новости Вскоре Забывают Им мало Нужно Хочется Побольше Их довольно Много Скоро Будет Меньше Они Это Мы Новое Поколение Недурно Живет Не знает Про Зайду Рокенроба Думает И так Все Хорошо Потому что Наступило Лето И снова Тепло Только Едва Ли Это Жизнь Без Зайды Рокенроба Слежка Много Ненастоящего И Никакого Даже Если Наступило Очередное Лето Заснул Поздно Проснулся Рано Что-то Изменилось Не знаю Где Я говорю Но Меня Не слышно Время Катится В пустую Сторону Надо Быть Таким Жизнь Разводит Не спрашивали Похоже Ей Все равно Вначале Ты Поражен Потом Удивлен Поменьше Жизнь Своё Дело Знает Разводит Назад Не сводит Приехал Бэксаба Уехал Аквариум Что-то Куда-то Еще Ты Больше Не Удивляешься Может Быть Дерево Наклонилось Вперед Увидев Там Далеке Что-то Ему Неизвестное Может Быть Очень Сильный Ветер Так что Оно Наклонилось Вперед Может Быть Дерево Было Таким Всегда Согнутым Скрученным Неспособным Расти По-другому Возможно Различные Версии Только Дерево Все равно Никогда Не станет Другим Спасибо Спасибо Евгений Таан Приготовится Дмитрию Григорьеву Друзья Прошу Внимание Добрый день Я решил Прочитать Все верлиберы Которые У меня есть Но вы не пугайтесь Их не очень много А некоторые Возможные Неверлибы Когда машины Стоят Слишком Долго Из-под них Вылезают Кошки И пьют Вечерний Дождь И ждут Вечерних Новостей Которые Различают По запаху Срочно В номер Пахнет Иначе Чем отчет За неделю Которым Впору Отравиться Свежие Новости Вывешивают Дружественные Кошкам Ньюсмейкеры В определенных Местах Продуваемых Всеми ветвями Подворотнях Висят Единственно Правильные Стен Газеты Стихотворение Называется Двенадцать Был написан В двенадцатом Году Тоже Кстати Шел по улице Меня обогнали Два счастливых Таджика Шел дальше Встретил Трех счастливых Таджиков Шел обратно Снова встретил Трех счастливых Таджиков Шел дальше Меня обогнали Четыре счастливых Таджика В цирке Чужих поэтик Я называю Твое имя Раздаются Аплодисменты Переходящие В овацию Я Ощущаю Вибрацию Пустых рядов Где же выход Господин Распорядитель В цирке Чужих поэтик Нет буфета И полярный день Так утомителем Что оркестр Пожарников Тушит Цвет В цирке Чужих поэтик Клоуны Все То, что я принимал За свою тень Оказалось Рисунком На гараже Куда весь район Приходил Поссать Тридцать лет назад Шпана Слушала здесь Боярского И собирала Один на всех Мотоцикл Мимо диагональю Пролегал мой путь В школу Но дырки В заборе Больше нет Да и сам забор Другой Я стою На этом пути С бутылкой пива Под мышкой А за спиной Я стоял Первый раз В первом классе Не здесь Испытываю к этой женщине Поистине Родительские чувства Когда она идет Под дождем Без зонта Говорю ей Зайдите под навес На вас жалко смотреть На вас тоже Отвечает она Интересно Какие чувства При этом испытывает Завершающие Когда будет написана Последняя книга Когда будет станцован Последний танец Последние люди Соберутся на углу Последних улиц Пейзаж Стремительно становящийся Чертежом На тесном пятачке Истории Найдется кто-то Знающий направление Найдется кто-то Помняющий истории Поход людей Упорно смотрящих Перед собой И высказано было Идите И не оборачивайтесь И не смотрите На следы свои Лишь маленький мальчик Все-таки Обернется И спросит А кто лучше Соснора Или Сротановский Спасибо Дмитрий Григорьев Приготовится Владимир Байков Дмитрий Григорьевич Я прочитаю Несколько стихотворений 2014-2015 года Какие-то из них уже читал В некоторых есть Концевая ритма небольшая В конце стихотворения Бить будем Ну Я вытерпел Поедем смотреть На первые цветы Война не начнется Если мы будем смотреть На белые капли Подснежников В зеленеющей траве На желтые огни Калужни Вдоль канавы На фиолетовые крокусы Разбежавшиеся С прошлогодней клумбы На соцветия медуницы Соединившие Себе Адама и Еву Поедем на велосипедах Скрипящих О недавней зиме Освобождать От мертвых Еловых веток Ростки пионов И роз Им больше не нужна Такая защита Холодов Не будет Поедем через лес Полный нежных Ветрениц Где снег Спрятавшийся В окопах И воронках Уже никому Не страшен Плакат В альпийском шале Лыжник Конца тридцатых Летит со склона В джемпере В рубахе С расстегнутым воротом Без шапки Без маски Лыжник Конца тридцатых Улыбчивый француз А может швейцарец Спускается в деревню Чтобы затормозить У самых дверей кафе Поставить у стены лыжи Выпить кружку Глинтвейна Поговорить с барышнями Лыжник Конца тридцатых Летит со склона К точке невозврата Где начинается Другой отсчет Лавина уже набирает ход Альпийские стрелки Мертвые солдаты И лишь на вершинах Всегда Чистый снег Ослепительный лед Люди ночи Люди ночи Греются возле костра Из мусора Полезные вещи Оставлены на потом Система ценностей Пока еще держится Неустойчивая пирамида Вершиной вниз Греются дорожные рабочие И ночные бабочки Бомжи и химики Преступники и пустынники Полицейские подходят Им тоже холодно Плевать, что воротнички К утру станут грязными Тепло важнее Человек без слов Забивает косяк И пускает по кругу Его не арестовывают Лишь молча затягиваются Человек без снов Сгладывает кашель Назначая своим сном Пламя и пепел Пепел хороший сон Ровный Похоже на дыхание любимой Человек стоит Закрыв глаза И ждет Свои очереди Огонь Отражается В уцелевших стеклах Голубые кошки Заката Уже сидят на крышах Когда горела резина Пламя было краснее А дым чернее Раньше все было нее Теперь не очень Говорит старик старику Передавая стаканчик и термос Вот и чай остыл Но ты пей, если хочешь Ведь нас не останется здесь Совсем к исходу ночи Парочку стихотворений 2015 года Люди пирамиды На самом деле Действительно Есть такие пирамиды Построенные неким голодом Которые стоят по всей Руси И довольно странные сооружения Итак Люди пирамиды Люди пирамиды Говорят, что в пирамиде Повышается урожайность семян Лабораторные крысы Вырастают до размера свиней А у людей растет Лишь астральное тело Я однажды видел Проезжая по трассе П-89 Как люди пирамиды Выходят шатаясь Из своего гигантского тип Полные энергии Идут по дороге Влекомые звездами Даже если день И плохая погода А потом падают В канавы От изнеможения Одни пытаются укорениться Выпуская энергетические Ложноножки Или по научному Псевдоподии Другие просто Лежат направив Взгляд в одну Специальную точку И кундалини радугу Воползает Чтобы сменить кожу Оставить ее на небе И снова скрыться В своем гнезде А когда я подвозил Одного из людей Пирамиды Расход топлива Уменьшился Почти вдвое Я ехал в местную библиотеку Чтобы выступить Вместе с двумя Московскими поэтами В маленьком читальном зале Они читали стихи Завораживая людей словами А я рассказывал истории Языком земным Словно картошка Только что выкопанная Из земли Распространяя теорию пирамид На бутылку Что стояла на столе В ожидании конца вечера Полная чудесной энергии И вот последний стишок Который я хочу завершить Это был не такой казус даже Дело все в том Что я писал книжку Про майора Пронина Загадки От майора Пронина И настолько он мне надоел Что я решил его убить Ну убил значит Вот его в стихотворении Вывесил этот пост В избуке И вижу какие-то странные Комменты идут Кто-то написал Ну да конечно То-то лебединое озеро С утра показывали Еще что-то Еще что-то И потом я понял Что как раз именно В это время Уже где-то через 2-3 дня Исчез Путин И все перенесли Как бы вот этот стишок Обою ли Пронина Собственно говоря Вот И там есть Упоминается Как бы совершенно безобидная Мисс Марпл Вот Которую почему-то Кто-то в комментах пишет А мисс Марпл Это что ангела Мертель что ли? Вот Ну вот значит Пронин умер Называется Воскрешение Пронина Потому что я его убил А потом воскресил Все же ничего себе Чувак был Хоть и губист Вот Пронин умер Его бронзовая кожа Поделенела Голуби нагадили На его голове Он застыл В позе лотоса Над бедной страной Где ползают Жуки-шпионы Копая старый перегной Я приношу ему Бутылку армянского коньяка Эркюль Пуаро Свою трость Мегре Трубку И пакет табака Шерлок Шапку С двумя козырьками Комиссар Жук Свою третью руку А Джеймс Бонд Непонятно Как он сюда Затесался Водяной пистолет Лучшие разведчики Детективы Собрались вокруг Со своими дарами Чтобы помочь Майору В борьбе со злом Раз оно есть В этом мире Значит оно есть И в том Все сорок дней Говорят детективы Мы будем безжалостно Но справедливы Чтобы ты смело Шел сквозь бордо Отвергая соблазны демонов Не замечая тусклых огней ада Чтобы ты вышел К новому свету И снова обрел читателя Одна мисс Марпл Стоит в сторонке Двумя красными гвоздиками Плачет Спасибо Хорошо ли ты подумал Когда воскресил Пожалуйста Скажи мне теперь Кто написал Про майора Бронина Летовалов И какие романы он написал Хорошо Хорошо Итак Владимир Бойков Приготовите Евгения Ленова Прошу Внимание Уберите Чернышева Там еще громче будет А там Я говорю Пирицы есть такие Тихонечко Так прошу Внимание Следует сказать Что Какие-то из этих текстов Были уже Читаны Московская часть Торг Заглянул ко мне Дьявол На днях В чем дело Добрый Укладывай Я Говорит Насчет души Какие Какие У тебя С ней Проблемы Не у меня Говорит У тебя Я возмутился Вот Черт возьми Тут же в ответ Беру Говорит Дам Цену Не прогадаешь Не задумываясь Товар я выложил Эх пропадает Ну Говорит И гирюшка Пролехать Насквозь Износилась Так что Берут Шлух На лес До чего Жаловки Старьевчик Наготовил Уже Весы Сразу же На чашку Душу А на другую Гирьку А у души Перевес Нечистый Так и Подпрыгнул Вот еще Чертовщина Бросил Гирю Побольше Перевес У Я тут Души Все Разновесы Разновесы Выложил А чашка С душой Это кричит Подмена Сунут Проехал Палец Отдернул И давая На него Тут Ой Олет Кричу Пекла Нам и Своего Хватает Вместе С инструментарием В окно Так и Выметался Даже Не попрощался Не вижу Получается А я Здесь Душа Развожу Давай Милая Пельмени Растряпай Мясо С луком Нарубим Перцем Приправим Для сочни Тесто Замесим Покруче Проворний Заснует По столу Скалка Насмешит Дочка И руки Лицо Мукой Испачкав Хоть Лепить Пельмени Защипать Пирожком Свернуть Ушком Положить Редком И хлопот Всех Выставляй На мороз Полчаса Свая Лакомство Испечем Точке Лепешку Из остатков Тесто Кусай Горячим Между тем Не терпится Кипятку В костюне Елыми Камешками Примешки Сыпьтесь Вот и гость Кстати И готов Ужин А чего Ж мешка Ишь С угощением Не Тем богат Что Рад Рецепт Лежит В гости На густой Кур Ближе К весне И сорока Выдает Вокализы Мне Аж Безголосому По-настоящему Петь Смучалось Нечасто В задушевной Дружбе В ибли Безоглядно В неутешном Горе Да еще Убоюкивая Приболевшую Дочку Ты Бесподобно Не Сочетаешься Ни с Рифмами Ни с Метафорами Занятый Тобой Необъяснимый Я Ни словом Ни вздохом Пробую Связать С разлупой Случайность Обреченность Со встречи Казалось бы Непостижимый Простор Обозначен Довольные Точки Птицы Тебя Уподобят Себя Ощущают Клеткой Хранящей Першкой Ученичество Когда Странствующий Учитель С утра Шествует И до вечера То с пути Истинного Не собьется На восток Следуя По всхолме Теневой Склон Преодолеет И в тени Снова Окажется Не всегда Умствующие Путешествуют Эх Забыл Знающего Спросить Учеников Странника Назвавшись За ним Следовать Не решился Проводил Помнится Испохватился Не всегда Ищущий Находит Эх Забыл Знающего Спросить Ученики Принятли Напросившись Не успел К мудрости Приобщиться Разузнать Имя Не удосужился Ища Точку Отправную Нашел Хижину Оставленную Следы Тянутся К востоку Не всегда Ждущие Дождутся Эх Забыл Знающего Спросить Решено Выйду На рассвете Устремлюсь К западу Холмами На стороне Светлая Оставаясь На свету Странникам Не замечен И чему Учит Неизвестно Но иду Избранной Дорогой Не всегда Знающий Научит И забыл Помнить О заводе Близоруки С детства В дальний Заглядывал Зато Завтрашним Озамочим Не был С годами Обрелась Дальнозоркость Но утратилась Перспектива Жив Как всегда Сегодняшний Железные Прутья Которыми Забран Оконный Проем Разверни Горизонтально Кому-то Выход На волю А кому-то Лестница К небу Богу Пеняю Хотел бы Каждого Обнять До Жизнь Коробка Обнял бы Всех Разом До Коробки Руки Объятие Рассчитано На одного Правильнее Сказать На одну Тебя Потерять Жизнь Нетрудно Сосунь-ка По голове Или нож Под ребром Лишить Жизнь Можно Но Присвоить Ее Нельзя Веда Стиха Или Кредо Стиховеда Если Повторить Любую Хоть бы И такую Фразу Это Уже Не Проза А Стихи Если Повторить Любую Хоть Хоть бы И Такую Фразу Это Уже Проза Стихи С утра Всхлипывая Стал Накрапывать Дождь От всего Такого Кто бы Не проснуться Жалостливость Наша Национальная Черта Сосед Порядок Стал Наводить В семействе Грохот Крик Плач Убьет Ведь В тюляге Откажется Самого Убить Дети Осироте Он И дождь Перестал Всхлипывать Тишина Как Пельмиря Устрашающая Нашинск Для этого Гражданский 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 Евгений Линов Приготовит Вячеслава Краждановского За счет Уплотнения Верлибров Сделаю Маленькое Объявление Может это тоже Верлибр В принципе В рамках Международного Фестиваля Поддержки Искусств Сергей Осколок И его друзья 5 Июня В 19.00 В фонтанном Доме Большой Поэтический Вечер В котором Будут участвовать Все авторы Ну много Авторов Квадриги Аполлона Журнала Петербургского И все Люди Все поэты И писатели В том числе Которые Изъявили Желание Я вас приглашаю И как слушателей И как выступающих Спасибо Женщина Которую ты Не уступила Мне Этой ночью В силу Неопреодолимых Обстоятельств Теперь это называется Форс-мажором Под утро Уезжала во мне На залетной машине Впрочем Для меня Она казалась Потрясающим Тренажером Восстанавливающим В памяти Аромат Женского тела Ты провожал И сквозь ограду Дождя Твои губы Коснулись Моей щетины Мне показалось Что ты Пошутила Про то Что в очередной раз Накололся Что в сущности Есть разрыв Разрыв Женщины Когда ты снова Становишься Абсолютным И твоя вещественность Претерпевает Излом Но это уже не боль Она вся затрачена На убийство Твоей принадлежности И на осознание Что женщина Тебе больше не принадлежит Впрочем И меньше Тоже У непринадлежности Числа нет Как у бесконечности Разрыв Лучшее время Для окружения себя Безличными предметами Когда не ведаешь Случится ли Новая женщина Именно случится Не иначе Все начинается С бенома Потому что Формула одиночества Одночлен Чинарики любви Загубленные Ее помадой Герлен Пепельницы Моих глаз Козы Которые Вытворяло Ее тел Мы не сошлись Я не переносил Запах Чинарика Речь Лучшее средство Проникновения В женщину Сколько раз Сквозь ее Маленькое ушко Я протаскивал Двугорбово И один горб застревал Прорастая у нее Место крыльев И она шла за мной По пустыне Пустое дело Скажу я тебе Да и от нее Я не скрывал Что пустое Шли песочные годы Мы ели песочные торты Мы строили Замки на песке А жили в замках Если мужчина И женщина Живут в замках Значит кому-нибудь Нужно Значит кто-то Называет эти замки Браслетами Говорила мне Мама Не лепи горбатого В ушко женщин Не взрывайся в песках Сорока лет Недостаточно Чтобы избавиться От песочного Привкуса И последнее Надеяться Что преданней Будет другая собака Прежнюю звали Платоном Истина стала Дешевле Вот в чем ответ Подорожало вино С возрастом Меньше друзей Суки отвязней Моцарт настойчивый Так ли должна Проходить Мирская слава Спасибо Вячеслав Крыжановский Приготовится Лидия Чередеева Здравствуйте У меня всего два текста Но они Большие К сожалению И Скажем Слегка Сыроватые То есть Писанные Вправленные Вправленные Упорные Сегодня ночью Я думаю На фестивале Верлибра Это как раз Ну как-то всегда Активно Живые Живые Что нужно На фестивале Верлибра Что-то такое читать И чего На других фестивалях Ну и так далее А кстати Вот Уже 22-й Это Первый В 23-й В 22-й Чего В 22-й Один год Был пропущен Только А Только один год То есть Нужно Отсчитать От этого 23-й Мы с 10-го В фестивале Сейчас Сейчас уже Верлибр Стал каким-то Мейнстримом Таким А тогда В те годы Он был Все-таки Где-то В общем И возникло Верлибров Там Вся 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 Значит Это Название Или Пояснение О том Как наши Гэджеты И девайсы Собственным Обзаводится Барахлом Как одна Такая Богатая Лошадь Чьей коллекции Можно ознакомиться В музее Имени Пушкина В Москве В разделе Искусства Северного Причерноморья Где есть Целая Отдельная Витрина С разного Рода Предметами С груей Украшениями Поконой А также Посудой Оружием И прочими Другими Вещами Извлеченными Из погребения Лошади Чей опыт В каком-то смысле Может послужить Примером А может быть Даже уроком Для всех нас Ну или как Пусечки Пусечки Это такой Интернет сленг Выражение Появившееся На сайте Свалка Где словом Пусечки Называется Всякое милое Животное Как правило Домашнее И заведен Такой тег Ключевое слово Для фотографии И видео На котором Запечатлено Животное Такого рода Как правило Тег этот Сопровождается Другим тегом Мими И вот Как-то раз В комментариях Одна из Посетительниц Сайта Пожаловала Что этим словом Пусечки Называет ее Супруг После чего Другие Комментаторы Принялись Рассуждать О том Что если У посетительницы Этой Имеется Домашнее Животное Или Если она Заведет Себе Таковое То оно В свою очередь Будет Пусечки Пусечки И далее Если Домашнее Животное Вдруг Заведет Себе Блог То И так далее Перестал Встречать Этот сайт Ну вот Так вот Про вещи Купленные Для других Вещей Ходил И стал Для нового Буклидера Автономный Светодиодный Светильничек На прищепке Чтобы можно Было Читать В поездке Ночью В поезде В отстатном Вагоне Где Индивидуальных Светильников Как в купе Нет А свет В вагоне На ночь Приглушают Купил В итоге Три таких Светильничка Разных Моделей Два В двух Разных Осенний Марафон Вечером На велосипеде С песнью На речке На речке На том Бережочке Едут Покупать Алкоголь Сосед Бузыкин Василий Геннадьевич Фаридонов Евгений Леонов И филолог Профессор Издания Билл Хансен Норберг Георг Кухинкер Еще Раньше Купил Этому Была Купена Карта Памяти На 32 Гигабайта К слову Жесткий Диск Нашего Первого ПСК Появившегося У нас В 2001 Году Был Объемом 10 То есть Три раза Меньше А сейчас На эту карту Что на 32 Поместится Меньше Половины В всей Моей Электронной Библиотеке Даже Если Не брать Книг По искусству Самых Как правило Тяжелых И у меня Занимающих Больше Половины Все равно Оставшиеся Книги Не уместятся На этой Карте Или Взять Нынешний Мой Смартфон Для которого Кроме той же Карты Памяти Приобретены Чехол Книжка С умным окном Которая Однажды Перестала Работать После Обновления Прошивки И вновь Заработала После Следующего Обновления И Bluetooth Клавиатура На которой Я сейчас Набираю Этот текст Но Рикордсменом В этом Смысле Самой Барахлистой Лошадью Является В нашей Семье Старый Планшетный Компьютер В настоящее Время Выполняющий Функцию Медиа Центра На кухне Для чего Ему Опять же Приобретена Была Аудиоколонка Поскольку Громкость И качество Звука Собственного Его динамика Нас мало Удовлетворяли Пока же Планшет Этот Использовался Как планшет Накуплено Было К нему Великое Множество Разного Нужного И не особенно Нужного Но все же Полезного Разного Хлама Одних Только стилуса В целых Три штуки Один Чтоб все время Был в сумке Другой Чтоб дома И третий На случай Когда выходишь Из дома Без сумки Или же С сумкой Другой Скажем Кофром Для фотоаппаратуры Ну и вообще На всякий Чтоб случай И так В разное время Залезы коллег Накуплено Было К планшету Модуль Так называемая Планка Оперативной Памяти На 4 гигабайта Взамен модуля На 2 Что было В нем Карта памяти Которую он К слову Постоянно Что называется Теряет Ну или перестает Ее видеть И приходится Перезагружать Каждый раз Мышь О которой Отдельно Есть история У меня В живом Журнале Несколько клавиатур Сначала Одна Небольшая Обычная С проводом Потом еще Беспроводных Две Одна Блютуз И другая На радиоканале Внешний CD-ROM И наконец USB-RZ Разветвитель С собственным блоком Питания Чтоб все это Погатство К нему Подключать Да Чуть не забыл Еще Зарядное устройство Запасное Второе Чтоб держать на работе А не таскать сумки С собой Каждый раз Это к слову Тоже отдельная история Как долго искал Это устройство И как неудачно Купил В интернет-магазине Одно У которого К разъему планшета Не подошел Ни один из сменных Переходников И сдавать его Пришлось мне Куда-то Чертки Куда на метро Кажется Наросское Если я ничего Не путаю Но отдельную Эту историю Я пожалуй Изложу Как-нибудь Уже Другой раз И второй Покороче Такая инвектива С посвящением Моим литературным Оппонентам Сочувствием Я не знаю Кому это может быть интересно То есть Как это спел В свое время Вертинский Зачем И кому это нужно Но я вот знаю Несколько людей Кому не нравятся Мои стихи Мои стихи не нравятся Проэту Валерию Шубинцевну Как-то давным-давно В центре Современной литературы И книги На набережной Макаров Я прочел ему По его же Настойчивой просьбе Своё стихотворение И он Распихнул Но это же Бродский Что как я понял В его устах Означало Что стихотворение В общем-то плохое Мои стихи не нравятся Про Зарику Сашу Лебуркину Однажды На нашей супруге В совместном Редвечере Лебуркин Который тогда Еще не был Про Зариком Принялся на рож На громкое Долго кашлять Во время моего чтения После же Стал кричать Это по-вашему стихи Еще мои стихи Не нравятся критику Лени Зайцевой Из Владивостока Впрочем Ее тут все равно Никто не знает Она вот так Для количества Если уж вспоминать О Владивостоке То просто нельзя Не упомянуть Здесь уважаемого Приморского поэта Почетного гражданина Города Владивостока Бавриата множества Премии Бориса Васильевича Лапузина Про которого Еще известно Слово Что ему не нравится Также и Константин Бальмон Его статья О творчестве поэта Павла Васильева Неожиданно Начиналась С такого признания И все-таки Не нравится мне Константин Бальмон Но что-то я Отправился Мои стихи Не нравятся Главному редактору Журнала Орион И между прочим Члену оргкомитета Фестиваля Свободного стиха Алексею Олюбину Критикуя На страницах Своего журнала Статью Даши Суховей Напечатанную В журнале НЛО И ругая Практически всех Упомянутых Мне авторов Про меня он написал так И уж конечно Только ярким вкладом В кавычках Современные Поэтические практики Объясняется пристальное внимание Столь солидного журнала К корпусу Вячеслава Кожановского Далее шла цитата Мои стихи Не нравятся Литература Татьяне Михайловской В своей рецензии На издание Собрание сочинений Поэзии Петербурга Напечатанной Все в том же Орионе Относительно Моих текстов Она заключает Как это В кавычках Биографизм Конкретизм Два слова В кавычках Относится к поэзии Я не понимаю И вообще Зачем мне это А я вот тоже Если честно Не знаю Зачем это Литератору Татьяне Михайловской Разве что Вспоминается мне Совершенно не к месту Песня И как один умрем В борьбе за это И как было сказано В самом начале Я не знаю Для чего вдруг Взялся составлять Этот перечень Слегка политый Горящую злостью И относится ли он В свою очередь К поэзии Скорее всего нет С одной стороны Конечно же Как это говорится Мои стихи Не рубль Чтобы всем нравятся Тем более сейчас Когда рубль нравится Далеко не всем Мне например Совсем не нравится Сейчас рубль С другой стороны Если бы каждый Рад Сказать русский Писать очередной текст А делая это Надо честно Зазнаться Все реже И реже Я думал бы о том Как он относится К поэзии Зачем это Татьяне Михайловской Не Бродский ли это И стихи ли это вообще То это наверное Были бы они Лучше нынешних Нравились бы они Дебуркину Заметил бы их В положительном Разумеется Смысле Старик Лапузин Опубликовал бы их Алексей Алёхин На страницах Своего журнала Орион И стали бы они Тогда нужны Летератору Татьяне Михайловской А если бы стали нужны То зачем Не знаю Не знаю Не уверен Такие вот Вопросы Без ответов Спасибо Витя Чередеева Готовится к полетапе Здравствуйте У меня одно длинное Я по работе Вынуждена Многим посетителям Разъяснять Одну и ту же информацию Ну и Как сказать В процессе Проговаривания Профессиональной мантры Я решила Что неплохо бы Ее как-то Записать Поэтому Получилась Такая вот Не знаю Как поменять Паспорт в СПБ Существует Четыре Типичные ситуации Обмена паспорта Я буду их описывать По возрастанию Степени сложности Первый случай Самый простой Паспорт Вовремя Подан на обмен По истечении Срока действия В случае 20-летия 45-летия Перемен И фамилии Документы На новый паспорт Передаются В то же отделение Миграционной службы Которое Выдалось Старо С обменом паспорта В данном Простом случае Никогда был Ганитян Срок его обмена По закону Составляет 10 рабочих дней То есть в переводе На человеческий язык Две недели И обычно он оказывается Готов даже раньше За реальные 8-10 дней А не за две недели Пункт Миграционной службы Работающий В обычном режиме Не в период Летних отпусков И некоторых других Форс-мажоров Заинтересован в том Чтобы обрабатывать Поступившие в него Документы Не более чем за неделю Потому что им Каждый день Тащат свежую партию Гражданин может Подать паспорт На обмен Непосредственно В пункт Уфмс Но это не особенно удобно Там большие очереди Весьма заквыристое Расписание приема граждан А также бывают Неприемные дни И нервная обстановка Удобнее будет Обратиться В многофункциональный центр Сокращенный МФЦ Своего района Они работают Без обеда У выходных И охотно Отдают консультации По оформлению документов А сроки обмена Точно такие же И в обычных обстоятельствах Граждане Обменивающих паспорта Не видят смысла в том Чтобы хлопотать О сокращении сроков Но разумеется Бывают такие крайние случаи Когда 10 дней ждать невозможно С тех пор Как ВСПБ заработал Единый центр документов На улице Красного Тепстейщика Дом 10-12 У граждан Желающих срочно За 1-2 дня Обменять свой паспорт Появилась совершенно Официальная возможность Сделать это за деньги По телефону 777-1000 Центр озвучивает Свои тарифы Рекламные фишки Единого центра Висят в каждом пункте УФМС Следующий случай Паспорт подан на обмен По истечении срока действия В случае 20-летия 45-летия переменной фамилии Документы на новый паспорт Передаются в то же отделение Миграционной службы Которая выдала старый Но есть нюанс Паспорт просрочен Типичная ошибка граждан Желающих ускорить обмен паспорта Сначала направиться в Сберкассу И попытаться там Оплатить штраф за просрочку Не дойдя до миграционной службы В Сберкассе спрашивают Точную сумму штрафа И шифр административного нарушения Для выяснения которых Гражданин отправляется На прием в УМС Потеряв в Сберкассе Время пустое Владельцы просроченных паспортов Обычно отличаются Некоторой несобранностью И заполучностью Типичный гражданин Этой категории Полгода или более Ходит с просроченным паспортом Пока это не обнаружится При получении кредита в банке Виза в обвине Наследство по завещанию Посылки на почте И тому подобное После чего ему срочно Срочно, завтра В лучшем случае Послезавтра Нужно обменять паспорт Иначе сорвется поездка Сделка Устройство на работу И так далее Они составляют Основной контингент Попросители миграционной службы Не каждому из них По карману обратится В единый центр документов И сам штраф За проживание По недействительному паспорту Деньги не маленькие Санкт-Петербург Является городом Федерального значения И штраф за просроченный паспорт Здесь двое выше Чем в других городах Кроме Москвы Третий случай Паспорт подан На обмен по утере Порче или хищению Документы на новый паспорт Передаются в то же отделение Миграционной службы Которое выбило старт В МФЦ Такие документы не берут Отправляются сначала К паспортисткам В жилконтору А потом в ФМС Сюда можно отнести Получение паспорта По достижению 14-летия Хотя в этом случае Можно подавать бумаге В МФЦ Нюанс Куча справок Которые нужно собрать За ограниченное время В разных инстанциях Для каждого случая Справки инстанций В индивидуальном наборе Большая часть времени Тратится не в миграционной службе А в беге В этим самым инстанциях Отличная ошибка Граждан желающих Ускорить обмен Своего паспорта Собрать все бумаги Которые можно собрать быстро И явиться в миграционную службу С миграционным пакетом А остальное Я потом донесу Обычно их сразу Отсылают назад За недостающими документами Массированное посещение Множества бюрократических Учреждений В ускоренном темпе Способно довести А часто и доводит Человека до бешек Миграционную службу Он является уже В точке своего кипения Большинство скандалов На приеме Устраивают граждане Именно этой категории Примечание Скандал на приеме ФМС Не является средством Ускорения Обмен на паспорт Сотрудники Миграционной службы Не боятся Посетителей И сами прекрасно Умеют орать на людей Четвертое Причины обмена паспорта Те же в первом, втором и третьем пункте Но нюанс Старый паспорт Выдан не в том отделении Миграционной службы Куда обратились За выдачей нового Подавать документы На обмен Можно только В пункт Миграционной службы В данном случае Законом предписано Отправлять запросы На место выдачи Старого паспорта И на место его Постоянной регистрации На запрос Законом отводится Рабочий дни По простому Два месяца Почему так долго? Потому что запрос И ответ на запрос Должны быть оформлены В миграционной канцелярии И отправлены Почтой России Вариант 4А Старый паспорт Выдан в Петербурге Или в Ленинградске После того Как запросу Присвоен исходящий номер Его копию Можно отправить Факсом Запрашиваемый Пункт Миграционной службы И факсом же Получить ответ А потом уже Обменяться оригиналами По почте России И полагающейся Карточки Формы и списки Оформить постпакт После этого Можно оформлять Новый паспорт Этот трюк Каждый раз Проделывает Упомянутый Высший единый Центр документов Когда оформляет Срочное обмене И успевает За два дня В принципе На такое способен На обычный пункт Миграционная служба Но на кое Можно это делать Когда можно Не заморачиваясь Отправить человека В лиц Вариант 4b Старый паспорт Выдан не в СПВ Но в северо-западном Федеральном округе В этом случае Гражданам Приписывается Обращаться Именно на красного Текстильщика Другие пункты Миграционной службы Только вмыкнуты Отправил туда Процедура запроса Стандартная Вариант 4b Старый паспорт Выдан не в СПВ Не в Лену области И не в Северо-западном Федеральном округе Единый центр документов Вообще отказывается Помогать в таких случаях И отправляет гражданина По месту Постоянной регистрации Паспорт Временной регистрации На бумаге Фактического проживания И просто куда подальше Да и паспортные столы По месту обращения Тоже будут не в восток Способ ускорения Обмена Все тоже Отравка запроса Факса Проблема заключается Во-первых в том Что нужно знать Реальный номер Реального факса Из комовых пунктов ФМС А не того Который указан В справочниках Или в интернете И где никто не отвечает Во-вторых В разнице во времени С отдаленными регионами Ибо лучше не звонить В Петропавловском часе Когда там кончат В-третьих В том Что телефоны Паспортных служб Не имеют прямого Выхода на межгород И поэтому Вынуждены изобретать Что-то окольное В-четвертых В том Что как бы ни был Простимулирован Здешний пункт ФМС На срочный запрос Для того Чтобы получить Срочный ответ Тамошний пункт ФМС Тоже следует Поторопить Хорошо Если у владельца Экзотического паспорта На месте его выдачи Остались родственники Или знакомые Которых можно навряд Но такое бывает Далеко не всегда Типичная ошибка Граждан Желающих ускорить Обмен своего паспорта Считать Что все Перечисленные Выше проблемы Быстро решатся Если предложить Миграционной службе Деньги На самом деле Нужны не столько деньги Сколько суета И связи А также тесное Сотрудничество Миграционной службы И подающего Паспорт гражданина На что у многих Нет ни времени Ни сил Надеюсь Что эти сведения Могут быть полезны Слушателям И читателям Иначе же придется Только извиниться За потраченное На актуальную Поэзию время Спасибо за внимание Спасибо Это была Лидия Середеева Сейчас выступит Наш гость из Финляндии Паули Тапио С верлибрами На финском языке А кому подготовиться Мы наверное Как-то кулуарно Решим С Юрием Борисовичем Которого я тоже не вижу Здравствуйте Спасибо Дарья Что меня пригласил Читать Я совсем случайно Сюда по-палтерски Послушал А потом Предложились читать А я читаю Два стихотворения На финском языке Потом Пять фрагментов Из которых я сделал И перевод На русский язык То есть Авторский перевод На моем русском языке Может быть Ну пас Ну пас Ну пас Ну пас Ну пас Ну пас Дваиска шаннала Читата Ис 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 Лабиринттini Лувattuni Minä olen maisemoinut Puutarhani Ja lunastanut Matkatavarani Minulla ei ollut Mitään Tullattavaa Mutta Minkkitarhanin On kuin ylikypsä puuro Syventykäämme hummailun Tislaanko sinusta viinaa Maissin tähkäni Tekisimmekö sen julkisesti Luen teorioita Ihmisen vapaudesta Kunnes tulen sokeaksi Ja siten etsin intuitiota Johon voi luottaa Elän hotellia vastapäätä Ja joka ilta Sivustakatsojat Vaihdetaan Punneran alasti Verhot auki Haluan että minut Nähdään Ja että minut Kuullaan Tritja Tämä on sotien välistä Aikaa Täynnä aiheetonta Pessimismiä Täynnä aiheetonta Toivoa Tämä on sotien Välistä Aikaa Kun etäisyys Tyhmyydestä Viisauteen Kasvaa Sitten viotte Hyvä kun kynnet Kasvavat Ja ne voi leikata taas Sillä se on vaikeaa Ja siihen voi unohtaa Itsensä Kuten kirjojen Lukemiseen uudelleen Ja muutenkin Olen ajatellut sinua Joka uskoit Vapaaseen tahtoon Mutta ikävystyit Demokratiassa Miltä tuntui Vihdoin tiedostaa Olevansa viisas Päsi sinne Nainen Fagotti kädessään Ylittää kadun On kolme viikkoa Kaiken päättymisestä Ja nyt hänestä tuntuu Että hän voi jatkaa Kun on suuri puu Kadun yllä Vuorovedet Valppaina Meressä Ja tässä Tällä järjen Ja sydämen Rintamalinjalla Ei tiedä Kumpi voittaa Ei tiedä Kumpi on oikeassa Tietää vain Että sydän voittaa Kumpi 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 voittaa Как ты себя чувствуешь, осознав, наконец, что ты мудро Женщина с фаготом в руках переходит улицу Прошли три недели с того, как всему пришел конец Но теперь, ей кажется, можно продолжить Когда большая луна над улицей Океанская вода, бдительная, польная И тут, на ничьей земле, между умом и сердцем Не знать, кто прав, знать только, что победит сердце Спасибо Настя Денисова, ждем А, они поменялись Спасибо Просто очередность была другая Меня не предупредили Артур Молев Настя Денисова Он же Настя Денисова Настя Денисова Я хотел сказать, что мне очень жаль, что я вас не успел услышать Потому что открытие выставки и суета Но у меня есть большая тетрадь Сюда можно написать каждое по стихотворению Тетрадь Книга называется «Парус» Тетрадь общая Цена 95 копеек 96 листов 79-й год И подумали все, кому, сколько было лет в 79-м То есть стихи будут сразу старые То есть те, кто родился после 79-го Они уже будут писать стихи в 79-м году Это идеально Они уже пройдут много лет Борьбы Со словом Стихотворение называется «Дедулин» «Дедулин» — это просто бар Значит, дублин Дулин Есть еще дублин, да? Ну, это уже другое Ветер, сталь, очки Мне наказ Прочти Что и как проспать Ничего Не ждать После После Позвони звонком Двухколес Дом Улыбнись чуть-чуть Ветер Сталь И путь Возле Спасибо У меня есть еще текст Посвященный дочке Я его прочту Называется «Стал-страт» «Стал» в данном случае Является не глаголом А существительным Стал — это Сталь Страт — это не костра А это улица Сталь — страх Стал — страх Псюмой дочке Уст Уст Усталость Талость Талия Талия И еще на шее Вечер Ночь Вчерашней тенью Мимо Здания Где все сидит И помнит дочь Где что-то Не расслышано Где стынет На воде По отражению Уточка Деленная На две Спикерте 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 а в 17 часов у артура открывается здесь выставка можете успеть на нее в новиколе артис движение и результат между еще почти все жилы смотреть обонять обнимать понимать и не понимать искать себе героя все ясное и не начать отвлечься привидения продолжают историю сначала место и сюжета страдания я бываю одним из них как себя обнулить по-хорошему весь этот страх или ужас чувство отнимаемого от себя тебя вычитаемого от себя я минус орган часть тела тела я минус зуб любое ужас минус зло чудо чудесное женщина птица восход новое разочарование номер раз иное ни о чем и живо как разрешить себе использовать вообще все слова как все расставить активность мембелевидного тела влияет на восприятие времени то что они делают это то во что они верят и только так верю свою страничку счастливые согнутые руки и самое ценное остальное если на нем есть слова испекла печенье в голове но сидела и сидела не я выбрал не мы ушли мы ночевали чем это нам грозит я тот что есть не до конца совпал с воображаемым собой и я чересчур велик я слишком мал я супер прост измельчила гвоздику мускатный орех корицу миндаль смешала с имбирем ванилью мукой разрыхлителем маслом сахаром сметаной медом молоком она страдает каждый день он она они страдают каждый день как раз все кончилось индейцы оказались супер маленького роста я оказалась великан между вещами не то что я ищу забраться за повтор ум вырывается нажала на стиральную машинку так я стираю люди едут навсегда другие города все сращивают все равно все теряют с краю ма успела подумать а то визу чернильного пятна почему у актеров всегда так много зубов и они показывают их все сразу любой ребенок идет к нему на колени и что-то из хлопка для нее платок или что казалось не дойдем туда до темноты но мы дошли боль укола больная обезьянка больной медведь на двух лапах больная ослица и больной верблюд пришли на набережную сфотографироваться с тобой наилучшая погода теплый день завтра будет такое же ты сейчас пишешь пишу таксист говорит радио волна и громкость на ваш выбор такой же как я поиспился замочек сломался молния заела пуговица отсохла шов разошелся лямка съехал заклепка отвалилась резинка лопнула немедленно возьмите детей на руки очередь церковь целовать стекло с мощами сухими губами или рядом стоять приняла за что-то другое пожалуйста тише сильно тише когда я весь и здесь вся внутренняя пустота весь день паломники смогут приложиться к святыне если быть внимательны английские булавки с изнанки нательных вещей у каждого булавка изнутри рубашки все окажется чем-то большим танцующий в арке человек на сквозняке спасибо андрей полонский сегодня первый раз перебирая наверное в жизни стихи и последнего года я поймался на том что делю их всех суши свободные но свободные нет но несколько свободных формально выделил и вот часть прочту когда они проповедуют все хорошее правильное поведение воздержание до 18 любовь к родителям любовь к родине любовь к детям почему это всегда идет вместе с любовью к власти с отважным подчинением начальству в эти дни фрилакс опять становится оружием бесцельное ничего не делание формы протеста громкая музыка подрывает устои и любая любой голубой розовая полновой чернушник выходит в город салтатом четвертой мистической войны хотел бы я вот что вот что я хотел бы сейчас сказать нет вдохнуть выдохнуть и еще раз вдохнуть воздух никакой чрезмерности никаких обязательств перед лицом завтрашнего дня который может в принципе не наступить по крайней мере конкретно для человека по имени ас прозаический текст записанный в столбик превращается в поэзию только тогда когда в нем присутствует сфикс мертвый глазницы обращен к реке на другом берегу тюрьма прекрасное око зрит на град петров где люди в тюрьме своего тела совершают привычные телодвижения ты сказала мне посмотри какая причудливая оппозиция оппозиция литературная иллюстрация обоюдоострой смерти в детстве пригородные поезда ярославском направлении были зелеными теперь они стали синими или блекло-желтыми когда-нибудь ярко-оранжевые поезда поднимутся в воздух оседлает ветер полетят под белыми парусами ну и последнее наверное вот я тебе говорю вот я тебе говорю вот я тебе говорю вот тут по небу плывут облака тут по небу плывут облака тут по небу плывут облака тут раз увидел я лунный свет раз увидел я лунный свет раз надо помнить теперь навсегда надо помнить теперь навсегда надо Было что-то, оно прошло. Было. Так устроено. Мы всегда. Так устроено. Мы всегда. Так устроено. Мы всегда. Так мы. Спасибо. Спасибо. И 26 номер Анастасия Романова. Все, финал уже? На вульгарной латыни мудрец, седовласый старик, Серебряная голова, каменная голова, плачущая голова, Кричит мне. Все стропилы на небесах склеены из наших ключиц. Молитва. Не тоска у давленника, не такая, как прежде у топленника, Не такая, как чуть раньше у тайника, не то что бывшая Лугавника. Не брось камень взачаявшегося, не брысь ищедившегося, Бесцельника. Не ровняй пробзделого, не злопыхай на умотертого И вообще затертого, упоротого. На прежденачальника, на побляду, на приблуду, На балантайку, на рыбокопателя и чузлака не лизай. Не постыди, не отси, не взгрызай, не убойничай, не молвись, не охлуай, не окумирай. Молись, лучи излучая, не тополу не получишь. Тварь ты боская, ду, дуболом, дурачок. Аминь. Об одном оргазме. Покажи ключи, отпирающие тело тебя, Покажи мне шифры твоих бегущих мурашек, Брось мимоходом пароль, за которым Необъятность выдыхания всего ты, Где напряженные хорды кровеносной системы И ее посланников из нездешней радуги. Все лучистое подсдошье твое, Нейроны, что шепчутся в смолистом вакууме И закусывают у тела, будто дети Грызут печеньки в сокровенном чуланчике, Где трещат нерожденные еще мысли Исподвижные им извивания языка, Где с винтовой башни слышатся гимны, Где рисунок пор, маленькие щепучие зеркальца, Где дрожание молекул, сладострастные Молоточки рояля гремят, И мое сердце наливается острым соком. Ты поворачиваешь ключ, Там ни двери, ни тебя, Только ветер в темноте. Все, спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа исчерпана. И я думаю, что не стоит переносить еще кого-то и завтрашний, Потому что тогда завтра у вас будет слишком маленькая программа. Всех приглашаю завтра в 12. Завтра очень интересная программа перевода. Спасибо. 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 Спасибо.